В Таразе учащиеся начальной школы массива Кызыл-Абат вынуждены обучаться в старом четырехкомнатном здании, построенном в прошлом веке. Неудовлетворительные условия как для учебы, так и для работы учителей. Несмотря на то, что занятия проходят в две смены, мест все равно не хватает. Поэтому школьникам приходится ездить за знаниями в другие учебные заведения города, преобдолевая немалые расстояния. Когда в жилом массиве построят новую современную школу, узнавала Анастасия Сулейманова. Всего в массиве Кызыл-Абат чуть больше 450 школьников, а это здание, построенное 40 лет назад, вмещает лишь около 60 учеников. Остальные вынуждены посещать другие учебные заведения. Тимирлан Талазбаев рассказывает, что внуков приходится возить в другую школу, преодолевая расстояние в 20 километров в оба конца. Внуков возим в школу на машине, но у них у всех есть автомобиль. Автобус ездит только из массива Кумшагал на вокзал, а в наш Кызыл-Абат не заезжает. Конечно, нам нужна современная большая школа для обучения детей с 1 по 11 классы. Проблему строительства я неоднократно озвучивал местным властям. Обычные доски, парты и несколько компьютеров. В местной школе всего три учебных класса. В коридоре разместили раздевалку, уборную и столовую. Еду сюда доставляют из другой школы. Готовить ее здесь не позволяет площадь, говорят педагоги. Классов для обучения катастрофически не хватает. Директор школы признается, чтобы открыть медкабинет, пришлось разделить учительскую пластиковой перегородкой. Теперь учителя ютятся в маленьком кабинете, где едва помещаются два стола. Нам очень нужны спортивная площадка, актовы и спортзалы, чтобы мы могли проводить с учащимися различные мероприятия. Отсутствует и библиотека, а здание приходится отапливать углем, несмотря на то, что в массиве проведен природный газ. В этом году возводить школу не планируют, сообщили в управлении образования. Строительство нового учебного заведения только включили в план. Сейчас мы просим выделить финансирование из республиканского бюджета на 2025 год для строительства семи школ. Предусмотрено и возведение школы на 300 мест в массиве Хазыл-Абат. Нужно подготовить проектно-смертную документацию, на это тоже нужно время. Поэтому планируем начать ее строительство тоже в 2025 году. Между тем, в этом году в регионе построят 24 объекта образования. Из них 8 по проекту «Комфортная школа». Так специалисты намерены решить проблему трехсменного обучения. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Русланхатила, Тарас, Хабар, 24.